Ежегодно в 3 воскресенье марта в России отмечают День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Без тех, кто вывозит мусор, занимается ремонтами, парикмахерским делом и многим другим, сложно себе представить комфортную жизнь. Для них не важно, сколько градусов за окном идет дождь или метель. Своевременный вывоз мусора – залог чистоты в любом населенном пункте. Анатолий Чуклин практически всю трудовую жизнь за рулем. Несколько лет был водителем автобуса, а сейчас пересел на самосвал. Мусора много, ежедневно у людей собирается вывозить мусор. Если не вывозить, то что-то будет твориться тогда в бардак. И экология, сейчас за экологией все бьются. Поэтому я считаю, что одна из наиболее значимых сфер вывоз плитовых отходов. Работники предприятия, вывозящие мусор, периодически сталкиваются с припаркованными вплитык площадкам машинами, а также с тем, что жильцы домов оставляют мусор у контейнеров. Стараются аккуратно, но бывает, да, конечно, мимо бросают, но не очень приятно. Приходится собирать это все, растаскивают собаки и все это, ну, так бы, наверное, не знаю, культура. Культура пока у нас не очень людей. Бывает, бросают. Я даже видел, вот здесь холодильник прям стоял в баке. Ну, зачем такие крупногабаритные ставить? Свой профессиональный праздник Анатолий отмечает в последнее воскресенье марта. День работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Профессия его коллеги Сергея Мартынова тоже относится к сфере ЖКХ. Без осенизаторских машин в неблагоустроенном жилом фонде Наринмара никак не обойтись. У нас в условиях вечной мерзлоты много очень септиков. И, естественно, все это надо откачивать. Кто кроме нас? В автотранспортном предприятии вывозом сточных вод твердых коммунальных отходов занимаются 17 человек и 13 единиц техники. Всего в Наринмаре в сфере ЖКХ и бытового обслуживания относятся несколько предприятий и организаций. Среди них комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию, которому 21 марта исполняется 16 лет. В комбинате по благоустройству работает более 80 человек. Это банщики, гардеробщики, сортировщики мусора. Спектр работы нашего предприятия очень большой. Это от бытовых услуг до оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Среди сотрудников комбината есть те, кто стоял у истоков развития предприятия. Трудовой стаж Ирины Рудной – 30 лет. Все эти годы она непрерывно трудится на благо жителей города. Пользуются спросом, приносят куртки, пледы, чехлы, постельные некоторые задают, у кого нет возможности, организации привозят. Сфера бытового обслуживания – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Это профессиональный праздник тех, кто занимается тепло- и водоснабжением, утилизацией мусора, благоустройством территорий, парикмахерским делом, пошивом и ремонтом одеждам и многими другими направлениями. Василий Хтанзейский, Александр Литкова, Леонид Шишилов, Антон Водряков. Телеканал «Север». Редактор «Север».